Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас 25 мая 2022 года, и мы продолжаем наш рассказ с Ниночкой. Мы прочитали все ваши комментарии и вот готовы ответить на те вопросы, которые вы нам оставили. Так, Нина, тебе вопросы читать надо или ты уже подготовилась? Я уже составила здесь список, лист, скрип моего повествования, чтобы не потерять нить событий. Сказать хочется многое. Ну, во-первых, здравствуйте, милая женщина. Читала с удовольствием ваши комментарии, не поверите. Понравились абсолютно все, даже негативные. Вот так много я никогда... Я так в жизни не хохотала, как читать ваши комментарии. Они меня очень-очень позабавили и польстили даже вот негативные комментарии. Представьте себе. Это какой негативный комментарий тебе польстил? Что я сказочница. Вот ты знаешь, именно вот к этому комментарию я даже не знала, как относиться. Потому что, думаю, сказочница – это хорошо. И так, она сказочница. Очень хорошо. Это значит, я настолько интересно, наверное, рассказывала, это одно. А второе, наверное, история моя действительно интересна, что показалось чуть ли не сказкой. Это комплимент. Спасибо. Это дорогого стоит. Другое мне очень понравилось, что я жеманница и кокетка. А я бы еще добавила флиртуня и игруня. Так, ну ты уже сейчас еще там мне на 300 комментариев тут наговоришь. Это будет прекрасно. Отвечу на всех. А я вот, милые женщины, милые барышни, хотела бы, чтобы вот вы все стали игрунями и флиртунями. А еще... Может, ты даже еще поделишься с нами, как? Обязательно. Вот я не флиртуня и не игруня. У меня все это есть. Я вам расскажу, как я докатилась до жизни такой. Вот вошла однажды в этот образ и до сих пор выйти не могу. И думаю, а надо ли? Сейчас я выключу, и ты расскажешь мне это все одной. Нет, нет, нет. Расскажу всем, всем, всем. Пусть все знают. Ну ладно. Потому как это будет очень всем полезно. Если бы мы все были флиртунями и игруннями, А еще бы все бы затанцевали в раз, как я однажды затанцевала. До сих пор не могу остановиться. У меня весь образ жизни, это мой танец. Я везде танцую. Я, где меня не видят, я танцую. А однажды меня даже и видят. Представляете, какой конфуз. Было такое на работе однажды. Да, я в белом халате, у меня отражение. И я танцую, стою руками. Всякое разное. И что тогда Фоменко танцевала? Мужчина смотрит в окно. Что это такое? Женщина в халате, доктор. Представляете, я его видела, конечно, я затушевалась, я спряталась. Но каково впечатление было. Так вот, танцую на остановках. Ногами дроблю. Везде танцую. Танцую с поварешкой на кухне. И со швабрами. И, знаете, вот Коша, по-моему, сказал. Если твоя жизнь танец, то Господь, то Бог уже достигнут. Ну, как-то так. Так вот, если бы мы все вдруг затанцевали, если бы мы все вдруг стали игрунями, флиртонями, соблазняли мужчин, да вы понимаете, они бы отвлеклись от всяких своих геополитик вот этих ужасных. И не было бы таких возрушений на планете, если бы женщины их так отвлекали от всего этого. А вместо этого, что женщины? Женщины серьезные, женщины все такие зануды, женщины пишут негативные комментарии. Вот счастливая женщина не будет писать негативных комментариев. Вот она бы танцевала, вот прямо у ней бы всюду был зеленый свет, и двери бы всюду открывались, да? Это вся моя история. Слушай, судя по количеству хороших комментариев, у нас все женщины просто танцуют и поют, и вообще такие хорошие, просто прелесть. Просто прелесть. Это меня очень порадовало, что все-таки их больше. И много. Их очень значительно больше. Это просто вот некоторые несчастные, не больные, а несчастные женщины. Мне, конечно, очень жалко. Нет, не больные, конечно, вы простите меня. Ну, например, было два или несколько таких комментариев, что, дескать, Наталья, вы будьте осторожны, вы такая доверчивая, приглашаете людей домой, а Нина выглядит такой подозрительной. Вы бы лучше в кафе встречались. Вот. И я подумала, и эти комментарии меня не позабавили. Нет, 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 мне стало грустно и больно за этих женщин. Милые мои. И мне тоже стало грустно. Я даже там кому-то написала, что мне грустно вот это все читать, честно говоря. И я подумала, а в каком же мире живут эти женщины? В каком депрессивном, наверное, мире? В депрессивном окружении? Что так депрессивно вы мыслите? А вы знаете, я в Америке жила, мы даже двери не закрывали. Да я здесь живу, в Турции двери не закрываю, у меня сквозит, я с пульс открытыми дверями. Это о том, вот, что поменяйте свои взгляды на жизнь. Будьте более открытой, наверное, тогда и мир к вам повернется. Ну и вообще, наверное, надо как-то разбираться немножко в людях. Ну неужели Нина похожа на человека, который в своей вот этой вот мизерной театральной сумочке, с которой она пришла, принесет вдруг какой-то маленький топорчик, и так меня тюкнет по башке, и пойдет здесь вот в эту маленькую сумочку забирать все мои здесь богатства. Ну, ребят, ну, ну, серьезно, у меня просто слов нет. Просто слов нет. Куда же еще приглашать человека, как не к себе домой? Это именно то место, где мы сближаемся. Человек видит, что я из себя представляю. Он тоже расслабляется, знает, как себя со мной вести и так далее. Ну, не знаю, пока меня человек вот этим топорком не тюкнет, понимаешь, я как-то все-таки склонна доверять людям. Я все равно верю, что большинство людей очень хорошие. Я тоже живу с абсолютным доверием, и я открыта к миру, и мир ко мне открыт. Может, поэтому мне как-то в жизни и везет? Ладно, давай отвечать на вопросы. Да-да, давайте. Вот дальше комментарий, что я фантазерка. Ну да, я уже сказала, что я фантазерка. И вы знаете, вот на это что хочу сказать, милая женщина. Вот я настолько самодостаточный человек, цельная натура такая, которая сама себе сделала, что кому-то что-то доказывать и повышать чувство собственной значимости при украшивании своей истории. А зачем? А смысл? Вы знаете, вот это, конечно, тоже очень даже... Мне не надо никому ничего доказывать. Ну, может, и так. Ну, вот я к этому по-другому отношусь, понимаешь? Вот меня прямо подмывает этим людям ответить. Я все равно как-то их пытаюсь немножко заставить задуматься и, может быть, поменять свою точку зрения. Понимаешь, я вот все равно, вот есть во мне вот эта вот черта. Понимаешь, я же дева. Я вот... Для меня мир должен быть идеальным. И я за это буду бороться. Нет, Наталья, мир не идеален. Мы все люди с разных планет. У всех на своей планете. У планете свои законы, свои нравы, своя духовность, свои понятия. И вот эти две планеты никогда могут даже и не понять друг друга. И хорошо, когда планеты... Мы люди с одной планеты можем понять. Мы, наверное, с одной планеты с тобой. Или как-то ближе. А вот есть люди совсем вот уж далёких. Ну, так я хочу не перетянуть на нашу планету. На нашу планету. Понимаешь? Хочу перетянуть. Да, хотелось бы. Очень бы. И я, милая женщина, в своём приставании дам какой-то вам такой небольшой толчок. И, возможно, вы чуть-чуть перейдёте на нашу планету. Мы к этому придём. Так вот, я хочу сказать, доказывать уже никому ничего не надо. Всё в жизни моей доказано. Всем, все с моей жизнью. Дальше ответила... А, дальше. Гостиная и спальня. Моей маленькой деревушки. Ну, а как назвала гостиная? Ну, зал, большая комната. Ну, горница. Ну, какая разница, как называть? Ну, гостиной назвала. Так привыкла я. Ну, семейная комната просто. Есть семейная комната, есть люди, где люди спят. Комнаты. Ну, правильно, спальня и гостиная. Ничего я тоже в этом такого не вижу. Так, папа рубил лес, мама работала кочегаром, а она ещё работала дояркой. То есть, вы представляете, по 30 коров женщина молодая доила и утром, и вечером. Это какое надо было здоровье иметь. Конечно же, ему не стало здоровье. Я подозреваю, там был не туперкулёз, а онкология. Почему я так подозреваю? Потому что у меня в роду как-то всё уходит от онкологии, из жизни и довольно не в преклонном возрасте. И тут сразу перехожу на своё образование. Я как? Я училась, я была замужем уже. Меня муж учил. Муж учил. Слава Богу, ты развеяла сомнения некоторых женщин. Они все, ну как же так, я вот училась, и всё, так вот меня там, да, спонсировали. Вы знаете, я очень-очень благодарна своему бывшему супругу. Он меня выучил. Он прекрасный человек. Был другое дело, что мы с годами стали расходиться. Так бывает, да? То есть я стала расти в другую сторону. А он, скажем так, перестал расти. И мы вынуждены были расстаться. Я не могла так больше жить. То есть я всегда как-то вот из комфортных зон выходила. А многие ведь женщины живут и живут и живут некомфортно. Мне это абсолютно понятно, потому что я тоже разошлась вот с моим вторым мужем точно по этой причине. Я хотела, чтобы он рос. Я всё для этого делала. Я была таким толкачём. Я даже за него отучилась, диплом получила по его специальности. Просто делала вот такое дистанционное обучение от его имени. Сделала его диплом. Он работу получил очень хорошую. Он был шефом в оперхаус. Да, причём там шесть ресторанов было. Но что случилось потом? Перестал расти. Он приносил всю ту работу административную, которую он должен был делать. Он приносил мне её домой, в папочке. Я приходила со своей работой, делала то, что ему нужно. А утром он брал папочку и шёл на работу. Но так-то не делается. Ты-то сам должен как-то стараться расти. Перестал расти члены. Он даёт, что было неинтересно. Поэтому мы с ним вот и разошли. Мне это всё очень понятно. Но когда мы встречались, меня муж совершенно заворажал. Как сказать? Заворажил. Очаровал. Я очаровал тем, что он мне читал стихи на французском. Ва! А там стих-то, наверное, один всего выучил. Ну, он в школе французский учил. А мне французский всегда очень нравился. Ну, такой пронанс. Ну, а я куда? С деревушки такой. Какой там французский? Так вот, он меня готовил. Мы к экзаменам готовились в мед. Он меня готовил по химии. Он тогда учился в универе. У него была очень сильная химия. У меня химия была профилирующая. И вот лето. Мы как два ботаника сидим, зубрим мою химию. Все гуляют, отдыхают на пляже, на танцульках. Вот такое у меня воспоминание хорошее о моем бывшем муже. Дальше. Вот про это я ответила. А, еще про образование хочу немножко добавить. То, что с третьего курса мединститута уж буду откровенно честна со всеми. А тут, правда, кинется кто-то проверять. Ну, да. А то же запрос пошли. Еще в наш Алтайский государственный мединститут пошли запрос. Так вот, с третьего курса я тут и перевожусь на биофак АГУ. Алтайский государственный университет. Почему? Потому что я уже тогда стала призадумываться о своем будущем. здоровье. Почему? Мама ушла в 30 лет, я подозреваю, от онкологии. Все мои близкие вокруг уходят от онкологии. Алтайский край, лидирующий край по онкологии. Впереди планеты с сетей, потому что у нас там рядом полигоны. И я призадумывалась, а ведь традиционно-то медицина нас как-то вот от онкологии не спасает. И я обратила взор, и много изучала литературу, капитально. А я же такая дотошная, я уже вам рассказала, да, какая дотошная, почему я достигаю своей цели. Я обратила взор в биологию и в нетрадиционную медицину. В частности, меня стали интересовать микроорганизмы, которые помогают в профилактике, лечении и ремиссии онкологии. И очень серьезно я этим увлеклась, настолько серьезно, что я после биофака стала еще себя повышать в свою квалификацию как микробиологи, работала на кафедре микробиологии, но именно над выделением этих штаммов, над селекцией штаммов бактерицидных, пробиотических. И именно потом меня в санаторий пригласили возглавить это лечение. Вот, ответила. Откровенно и честно. Я думаю, что у них теперь на этом этапе уже челюсть низко-то опустилась. Значит, я, получается, недоврач какой-то, но позиционирую себя как врач, потому что мне очень долго объяснил. Ты знаешь, нет-нет-нет, вот как раз вот сейчас я услышала то, что мне надо было услышать, потому что я вот эту официальную медицину не признаю от слова «совсем». Ой, Наталья, мы даже здесь с тобой совпадаем. Мы просто не зря встретились. Та же история, та же история. И вот с тех пор я ведь почему ушла-то, поэтому я и ушла, я стала заниматься нетрадиционной, в частности, вот этими пробиотиками в микроорганизме, которые реально помогают. И ведь помогают, вы понимаете? А я, если честно, признаюсь, стою на учете у онколога, и мне нравится моя грудь. Это у многих женщин происходит с возрастом. Они меня поставили на учет, но я каждый год хожу, и вот последний год я была, перед тем, как сюда приехать, я проверилась, у меня было все отлично, все прекрасно, и они меня отпустили в Турцию, иначе Турция стояла под вопросом, потому что здесь много солнца, и загорать нельзя. И когда они меня отпустили и благословили в Турцию, езжай и наслаждайся, я просто, ну, раз в году говорю, приезжай все-таки и проверяйся, что я и буду делать. И всем вам, милые женщины, тоже советую. Почему? Потому что на первой-второй стадии это незаметно вообще, а на третьей-четвертой уже поздно. Понятно. Дальше вопрос про брата. Вот смотрите, из одной семьи брат и я, какие мы разные выросли, брат запился, он не сделал себе карьеру. карьеру, ну что там, какая карьера, кто делал карьеру? Ну не получил, наверное, должного образования. Деддома, кто делает из детдома карьеру? Это единицы, такие немножко белые вороны, как я. Да, я белая ворона, потому что не такая, как все. Кстати, за эту белую ворону я и получала по полной от всех. И меня это очень закалило, не обращать на комментарии негативные вообще. Потому что, да. Так вот, брат запился, и в 40 лет его не стало. Его убили в пьяной драке. О, как печально. В одной семье такое произошло. Брат был любимец, кстати, и он в детдомах не жил, как я. Это я. Меня туда сдавали за ненадобностью. Но это меня и сделало, вот как сказал Нитша, то, от чего мы не умираем, делает нас сильнее. И я, может быть, даже и должна быть благодарна за это судьбе. Это меня как локомотив двигало вперед. А живее я в комфортной, благополучной среде. Редко кто из комфортной, благополучной среды делает себе судьбу. Согласны со мной, милая женщина? Напишите вот в комментариях, как вы думаете по этому поводу. Дальше, дальше. Вопрос про брата. Вопрос о встрече с мамой. С мамой я поддерживала связь. Мы переписывались, но я к ней не ездила. У меня не было просто денег, и отец это слышал, не хотел, чтобы меня туда свозить. И в 15 лет, а я же в 14 поступила в техникум, в 15 лет на свои зимние каникулы я насобирала деньги, а у меня уже была какая-то денежка. 30 рублей стипендия, и 30 рублей мне взрослые люди научили перевести себе мамину пенсию посмертную. Представляете? И у меня было 60 рублей, а теперь вспомните, в советские времена... А у нас как бы все перекликается. Правда? Ты понимаешь, это просто вообще какое-то... У меня тоже была стипендия, а у меня умер отец, когда у меня было 9 месяцев. И вот там были вот эти 26 рублей. Ну, как бы получала я за то, что у меня не было... 26 рублей? Да. А я 30. А, ну вот здесь вот нестыковочка. А удивительно, вроде бы ты москвичка. Ну вот так вот, да. У вас все там поучили. 26 рублей, это я знаю точно. А вот я 30 получала до 18 лет, так я и выучилась. А ведь по тем временам 60 рублей, это, наверное, можно было жить. Да, это были неплохие деньги. Это была даже зарплата, но какие-то совсем такие... Знаешь, специалисты, какие-то, может быть, лифтер там или кто-то. Вот они получали по 60 рублей. Мало того, я еще в техникуме мыла полы. Мне разрешили, мне пошли навстречу, как сиротинушки. Я изредка мыла полы, подрабатывала. Все по танцулькам я полы мою. А ты сашвабр и танцовала, да? А я сашвабр и танцовала. Ти-ти-ти-ти. Окей. Вот так вот, вот как некоторые люди действительно, когда хотят, тогда могут добиться многого. А безусловно, когда мы хотим, у нас открывается тысяча возможностей. А когда мы не хотим, тысяча отговорок. Точно. Про маму. Я на поезд покупаю билет и еду в свою Чувашу трое суток на поезде. С замиранием сердца. А мы, я прекрасные каникулы с ней провела. А я уже такая большая, приехала в 15-то лет. Мы не могли наговориться ночами, в обнимку лежали и спали. И не могли наговориться, просто надышаться. И мечтали о будущем. О будущем, что я на следующие лета непременно приеду сюда. А ведь мне было 15 лет, и я могла уже сама распоряжаться своей судьбой. Что мне мешало было бы вообще там остаться? Я вот сейчас задумываюсь. Почему я этого сделала, я не могу понять. Но мы договорились, что мы летом встретимся. А летом мы не встретились. Мы должны были в Томске встретиться. У них в Томске сын с семьей жил. А Томск, это совершенно рядом со мной. Я была так рада, что мы там встретились. Но она туда не приехала, она уже заболела. И все. У нас постепенно отношения стали сходить на нет. Связь. Я не знаю, почему это. Я не могу себе найти оправдание. Я действительно не знаю, почему. Нет слов просто. Я дрянь. Я не знаю, как еще меня назвать. Это просто что-то с чем-то. Черная такая неблагодарность. Я просто маму забыла. Я ее не забыла. Я просто ее на задворке подвинула в своей жизни. Надеюсь, что когда-нибудь, когда-нибудь приеду, приеду. А приеду? Ну, и тебе в это время, наверное, уже было где-то лет 17-18, да? Ну, техникум закончила, да. В 18 я закончила техникум. Где-то, да, да, да. И началась взрослая жизнь. Ну, да, да. И встретила мужа. Ну, все понятно. Все, окунул совсем в другую жизнь. Я разорвала вот эту пуповину. Ну, я надеялась, что когда-то, когда-то, ну, а этого когда-то... В общем, это все, вот мне, например, это все понятно. Так бывает. Да, нет, нету этому, конечно же. И когда я начала налаживать на мосточки или контакты снова, это когда уже жила в Америке и стала работать над своей книгой. Кстати, кто-то сказал, что я читаю как по начитанному. А это где-то примерно так, потому что я... Книга уже написана, моя история. Она называется «Следуя за своей звездой» или «Как свои беды превратить в трамплин для победы». Поэтому эта книга написана для моих потомков, не для широкого круга, только для близких и родных. А врать, а зачем бы мне потомкам-то своим врать? Книга написана и писана она была со слезами. И вот когда я работала над этой книгой и над главой вот деревни вот этой, я окуналась в своё прошлое, в каждый свой уголочек из детства. Я в той же речушке купалась. Я в этом же саду яблоки, вот эти, вкус яблок этих помнила. Я это молоко томлёное из печи в чугунке, я запах этот физически ощущала, я по этим лугам. Я физически это всё переживала очень натурально, и поэтому у меня так всё очень получилось эмоционально. И каждый, кто читал Нина, говорит, да мы реально это всё чувствуем, что ты там описал. Вы представляете, как это происходит, когда пишешь на эмоциях? Там душа моя. И вот тогда я звоню в деревню, в администрацию. Представилась, кто я, и сказала, что я воспитывалась у той-то, той-то и той-то. Говорю, вы мне можете дать её контакты? Она говорит, здесь уже давно не живёт, она живёт в Чебоксарах, это столец Чуваши, со своей внучечкой. Я говорю, а как бы мне телефон этой внучечки? Вы нам перезвоните завтра, мы вам обязательно сообщим. Мне на завтра я с волнением таким дождала завтрашнего дня, не спала. Мне дали этот телефон, я созванивалась с внучечкой. Сонечка, я её прекрасно помню, я же её воспитывала, она же при мне родилась, эта Сонечка. Как интересно, она тоже у мамы воспитывалась, и над её кроваткой тоже висела эта картина, репродукция Крамского, неизвестная. На неё она не произвела впечатления, а на меня – да. И у меня создалось впечатление, что Соня – пьющая женщина. Голос у неё был очень пьющий, пьющего человека. По голосу очень много можно от человека сказать. Голос – это, ну, это всё у человека. Надо над голосом, кстати, женщины работать, особенно когда вы говорите «Алло!». И вот бывает на другом конце трубки такое «Алло!», что даже говорить больше не хочется. И вот у неё примерно это было, я подозреваю. Она мне сказала, а маме уже было 88, маме уже Альцгеймер, она мало что помнит, но тем не менее я кричала в трубку. Я её мамой не называла, я по имени-уничеству не посмела. «Кто говорит?» Я говорю «Нина, Нина!». В общем, разговор был односторонний. Я кричала в трубку, я орала и кричала, я и просила прощения, и благодарности из меня лились, что я очень ей благодарна, что всё, что она заложила во мне в детстве, такой фундамент, это всё благодаря ей, только ей. Я всегда её помню, и всё. Я обязательно приеду на следующее лето, когда я приеду, а я в Россию ездила каждый год, я обязательно к вам приеду, пожалуйста, дождитесь меня. Потом Соня рассказывает. Ты знаешь, после вашего разговора она долго-долго перебирала фотографии твои. Они у нас, говорит, сохранились. Она вспоминала тебя. Она помнила, как ты из колодца любила черпать воду, и как любила в колодец подолгу заглядывать. Как ты любила над колодцем торчать, тебя не могли оттуда утащить, боялись, что ты туда боишься. Вот. Но на следующее лето мама не встала. Мама не встала. Я её не увидела. Вот такая история грустная получилась. И груз этой вины я несу по жизни. Я не могу от него избавиться, от этого груза. И вряд ли. Так, ну, про... Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Теперь мы, наверное, приходим к тому, встреча с моим заграничным принцем, с Майклом. Что этому предшествовало? Ну, поиски были и на российских просторах. Я поняла, что это... Нет шансов. Очень мало шансов. Как говорится, мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. У меня почему-то всё время это не совпадало. Да. А потом, знаете, я когда отчаянно нуждалась в этом, а ничего и не получалось. А когда отчаянно вот цепляешься, нуждаешься, вот как бы святая Екатерина Большая Медваринина, это... этого не происходит. Это произошло, когда я была на гребне волны. Успех со всех сторон. Полёт со всех сторон. Как это произошло? А произошло это с моими танцами. Я думаю, танцы меня сделали. Да. Тут тебе и королевская осанка, тут тебе и летящая походка, тут тебе и невидимая корона на голове, а её как-то подсознательно считывают люди, кстати, сказать. Конечно. И я королева. И прошу ко мне соответственно относиться. И к тебе уже, ой-ой-ой, как сантехники и всякие там слесаря не подкатят. Это как бывало раньше. Да, да, представляете? Бывало какой-нибудь слесарь или сантехник. Я думаю, боже мой, неужели это плохо выгляжу, господи. Видишь, моя самооценка. А тут-то... А знаете тут, что произошло? Мне вдруг делает предложение. Да кто? Директор нашего санатория. Он в то время был вдовец. Жена умерла у него уже как несколько лет. Это богатейший человек нашего края. У него своя конюрка, свой автопарк. Ну, правда, сам был очень тёмной лошадкой. За ним охотились львицы, светские львицы нашего края. Что тут говорить? И он мне делает предложение, наверное, долго присматривался. А я хочу сказать, что он долго ко мне присматривался. Я как-то подсвудно чувствовала, что я ему нравилась. Мне очень легко решались все мои производственные вопросы. Легко! Но, как он меня всегда ругал и отчитывал на планёрках, это надо было видеть. То ли демонстративно, чтобы все поняли, как он ко мне наоборот. А наедине как тушевался. Это было очень прикольно. Однажды я затопила подвал подо мной. А в подвале хранились очень дорогие, ценные вещи. Например, какие-то дубовые, кедровые двери, что ли, там были. В общем, я попортила двери. Представляете, наутро что было? Я сижу на планёрке, вот такая. А он меня отчитывает и говорит, ты весь год будешь рассчитываться за эти двери. Весь год. У тебя и премии всего-всего, и отпуска лишили. Сижу я такая, и про себя думаю, а, ничего ты мне не сделаешь. И ничего он мне не сделал. Ну да, когда он мне сделал предложение, а я же тогда в поисках своего заграничного принца была, в активном. Я ему, конечно, чтобы не обидеть его, сказала, что я вас недостойна. Я ему дала понять, что я ему не такая же нам нужна. Я вас очень-очень недостойна. Ну что вы, где вы, где я? Ну, какой-нибудь разговор, чтобы не обидеть. А почему такой успех меня стал сопутствовать? Да потому что я тогда танцевала. Боже ты мой, днём я не на ванну, уважаемая, а вечером у меня студия, мы танцуем с девчонками, с работой приходим, все такие напряжённые, уставшие, со своими проблемами. А тут переодеваемся в свои роскошные платья, юбки, фламянка, ткнём сюда эти роскошные розочки, преобращаемся прямо, превращаемся прямо в корме. Да. Так оттанцуем, так начерпываемся вот этого вдохновения, вот этих эндорфинов, гормонов радости, молодости и счастья, что потом на таком подъёме мы домой расходимся. И прямо вот жизнь тогда у меня бурлила вообще со всех сторон. И с дочерью было всё хорошо, и прекрасно она поступила, и отучилась, школу кончила, правда, не золотой медалью, но серебряной. Ну как-то всё, по всем, и финансы, и как-то, ну всё было хорошо. Вот что значит быть на гребне волны. И как это получилось, что я тогда поняла? А ведь мы сосуд. И когда ты его переполняешь, наполняешь, и когда ты уже настолько переполнишь, ты готов делиться с людьми, и вот тогда ты всё получаешь. Это называется желать не желаем, когда не цепляться. А когда ты цепляешься за что-то, твой сосуд пуст. Что тебе дадут, если ты так сильно нуждаешься? И есть же такое библейское. От бедного до отнимется, до богатого прилепится. Кажется несправедливо, да? А вот задумайтесь, какая философская фраза. Надо переполняться, надо не ждать, надо самой работать. Когда-то маленькая девочка моя, Женя, сказала, мама, да не буду я учиться. Встречу богатого, выйду замуж, всё мне будет. Ах, дорогая моя, чтобы встретить такого богатого, да достойного, как мы их называем, альфа-мужчина, да? Ой, как тебе надо, дорогая, потрудиться. Поняла, моя девочка, мы там, поняла. Урок вынесла. И вот однажды я... А, девочки, так ещё будьте немножко, конечно, терпеливы, я вот что ещё хочу вам поведать, коль такая пошла пьянка. А начала я ведь не с фламенко танцевать, а с восточных танцев. Тогда на все столбы писали приглашения, курсы, курсы от восточных танцев. А восточные танцы и фламенко – это совсем разные вещи. Да, я пришла тогда в студию, и я пришла танцевать совершенно в зрелом возрасте. Мне было 36 лет. Я смотрю, все танцуют, у всех получается. У меня ничего не получается, такая деревянная. А я смотрю, а если у них получается? А почему у меня-то не получится? Не поверите, полгода тренировок, и я уже выступаю. И выступаю я на дне рождения, на юбилей своего шефа. Я решила ему сделать подарок. Представляете, а там были гости. Администрация нашего края. А у нас все праздницы всегда проходили с приглашением звезд. Артистов, ну, местных. А тут я среди них. Моему шефу пришлось выйти и сказать. Это наша сотрудница. Ему говорят, ты где такую звезду-то прятал до сих пор? В общем, я на другой день проснулась с звездой. Меня отдыхающие мои узнают. Боже, не ну ладно, это было потрясающе. Полгода тренировок. А каких было тренировок? Да часовых тренировок. Я еще с занятий приходила, я еще дома часа два-три тренировалась. Я выходные средства. Я же такая вот, упертая. Если поставила цель, я же все оттачиваю, довожу до совершенства. Я же спать не лягу, пока не отработаю новую какую-то композицию. Новое движение. Но, да, дальше я стала выступать на корпоративах. Ну, что говорить. Деньги зарабатывала. Платили хорошо. Бывало, за вечер заработаешь, месячную зарплату. И однажды на одном корпоративе, там стоял шест. И было очень-очень много мужчин. Как мне потом сказали, это мастодонты нашего края. Вот как бы серые кардиналы, что-то дескать. А тогда много было теневиков всяких. Это, я говорю, это конец... Я сейчас опять боюсь ошибиться в хронологии. Меня могут поймать. Но это были темные времена. Ну, 90-е. Ну, да, конец, может быть, где-то, да. Все, они оцеплены уточнять, 91-й или 2-й. Да, да, да. С золотыми цтями, с малиновыми пиджаками там тогда ходили. Вот, в общем-то, какие-то такие вот, которые мне сказали и творят политику нашего края. И тут меня попросили станцевать стриптиз. А мне на минуточку, знаете ли, около 40, да? Ну, что, Волочковой, вон, уже под 50 она все никак не успокоится. Она на каждой поверхности обязательно должна разложиться на шпагат. И я раскланялась, сказала, стриптиз, не танцую. Что-то во мне оборвалось. Я перестала танцевать. Я вдруг себя поймала. Да опять же, можно сказать, та же самая незнакомка. Вот она же все время у меня умысленно в голове. Я такая, да, царственная, особая, роскошная женщина, надменная, гордая. Как будто она у меня, я сказала, что ты вообще делаешь? Ты кого развлекаешь? Как это низко, как это недостойно. Я себя поймала на этом. Я перестала танцевать. Я перестала танцевать несколько лет. Пока не съездила в Испанию. Я тогда была в активном поиске заграничного принца. Я с испанцем встречалась несколько раз. Пожила у него. И абсолютно я полностью увлеклась. Фламенко. Я даже там уроки брала. На ночное шоу ходила. Мне было не оттащить. Я оттуда привезла и констаньеты, и привезла эти вееры, и туфельки вот эти с набойками. Я решила, я буду танцевать. Фламенко. Это для меня. Тут тебе никто не скажет, раздевайся. Тут вы посмотрите-ка на этих танцовщиц. Тут их надо, ой, как добиваться. Ух! Меня настолько это очаровало. И я приехала и стала искать. А кто был? А никто не преподает фламенко. Ну там по саду или там еще преподает. Я взяла сколько-то уроков. И стала я ездить по городам России на мастер-классы учиться, где могла. А параллельно стала преподавать. Так вот мы и преподавала, и танцевала, и сама училась, и преподавала. И таких же девчоночек, как я, вот таких же совершенных энтузиасток, совершенных таких немножко повернутых я собрала вокруг себя. Это такие женщины должны быть обязательно. Почему? Потому что фламенко это такой танец. Это вообще-то для них, не для всех. Это танец для женщин, которым есть что сказать. Да, да, да. Тут надо так уметь пронзить, она молчать, что так много сказать. Или так пройтись по сцене, что это целое действие. Однажды меня мой друг все-таки, он известный в городе врач, он до сих пор с ним дружим, пригласил, все-таки пригласил на корпоратив. Ну, станцуй, ну, станцуй, ну, станцуй. А я же решила на корпоратив больше не танцовать. Ну, это же фламенко, можно позвать. Я пришла на корпоратив, а там места нет танцевать. Вообще места нет. Я говорю, что я здесь буду делать? Ну, ты просто пройдите, пройдите. Я только и делала, что там просто туда пройдусь, туда. Но как пройдусь? От меня не могли бы взгляд отвести мужики. Да потому что это фламенко, потому что это такой наряд, потому что это такая осанка. Это вообще, это так надо уметь сказать, это все. Молчать надо уметь. Во фламенко больше молчать, чем говорить, чем что-то еще. Это очень эмоциональный танец, конечно. И тут надо уметь выражать эмоции больше, чем хореография. Я даже вот сама же не профессионалка никакая, только все на любительском уровне. Я учила девчонок выражать свои эмоции. Давайте выражать, выплескивать их. Это тебе не русский народный, рот до ушей и все. Это надо уметь, тут надо уметь и выразить, и боль, и отчаяние, и гордость, и злость, и агрессию. В общем, это мы учились. Это было здорово. И вот, однажды, наконец-то мы доходим до Майка. А сколько мы уже проговорили? Мы вас не утомили? Я не знаю, ты видишь, вот там время есть. Может быть, нам все-таки оставили на вторую часть 36 минут. А когда вторую часть? Если мы сейчас прервемся, то чуть позже будем записывать. Потому что второй раз я уже, наверное, вряд ли смогу прийти к Наталье, потому что я скоро уезжаю. А историю хочется закончить. Ну, скоро-то еще не так скоро. Уезжай, Наташа, давай договорим. Можно прийти вечером. Нет, нет, давайте договоримся. Ну, хорошо, тогда вот слушайте. Я просто не знаю, сколько я это буду загружать. Вот такой ролик минут на 30-40 загружайте по 6 часов. А если мы сейчас немножко прервемся, отдохнем, водички попьем, носики припудрим и опять будем записывать, да? Ну, давай попробуем. Давайте так сделаем. Мы с вами пока прощаемся. Да, да, ненадолго. Но вернемся. Мы обязательно вернемся. Сламенко. Сламенко. Будьте с нами, это будет очень интересно. Сламенко. 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 Продолжение следует...